Добро пожаловать на канал ProgBlog TV и все это. Здесь находится главный офис Microsoft. Какое у тебя образование? Казанский федеральный университет, факультет вычисления математики и кибернетики. Как ты можешь оценить свое образование с точки зрения применимости его сейчас в работе? Очень много задают вопросов по алгоритмам, структурам данных, а этого как раз таки в университете очень много. Ты увидела компанию Aquilon, но ты ее как-то проигнорировала сначала. И я подумала, что компания занимается чисто релокацией и прочим. Но когда они мне сами написали, они сказали, что они работают с Microsoft, у них очень много проектов на Microsoft, и что есть возможность как работать здесь в Казани, ну в России в Казани, так и релокации в США. Давай тогда поговорим о разработке в Microsoft. Вот я понимаю, что есть некоторые индии и вещи, которые ты не можешь разглашать, но может быть ты можешь рассказать в общем о процессе разработки. Ты поработала на многих проектах, и понятно, что эти процессы могут отличаться в зависимости от команды, ну может быть какую-то общую картину. Как разработчик, после того, как я получаю задачу, я даю примерную оценку на сложности и время выполнения задачи. Потом идет процесс уже непосредственно девелопмента. В процессе девелопмента могут возникать какие-то вопросы по дизайну, по спецификации. Для этого мы назначаем митинги или мы ведем переписку по e-mail и решаем эти вопросы. После того, как девелопмент завершился и написаны все тесты, идет тестирование, и после успешного тестирования выходит уже релиз. Это будь то private release, public release, или, например, internal customers и прочее. А какие технологии предпочтительны в Microsoft? Если человек хочет попробоваться в Microsoft или в какую-то компанию, которая работает с Microsoft, что ему лучше всего учить? В основном для backend в Microsoft используется C-sharp. Я думаю, что в большинстве по backend я бы советовала C-sharp, если есть планы работать в Microsoft. По frontend это, собственно, все наиболее популярные библиотеки. Например, множество проектов, на которых я сейчас... Последние проекты, на которых я работала, в основном использовали React.js или Vue.js, использовали TypeScript, использовали Node.js и всевозможные фронт-энд библиотеки. Да, я бы, наверное, советовала, если вы фронт-энд разработчик, то я бы советовала изучить React.js и, естественно, Pure.js. Мои подписчики часто спрашивают такой вопрос. Финансы всех интересуют. Но мы не будем просить у себя конкретные цифры. Это, мне кажется, дурной тон. Но можешь ли ты сказать, вот в процентном соотношении после всех трат, сколько остается процентов от твоей зарплаты, которую ты, например, откладываешь или тратишь, может быть, на путешествие, на что-то, ну, неважно, свободных денег? После всех трат, квартира, одежда, еда и прочее, остается, наверное, половина или больше половины. Примерно так, да. Это если, конечно, исключить те затраты, которые считаются... Непредвиденными, да? Ну, не то чтобы они непредвиденные, такие бывают, например, затраты, которые... Например, сноубординг, он достаточно дорогостоящие увлечения. Ну, да. И, да, их я не считаю. Или, например, то же самое путешествует, но это путешествие, например, поездка на концерт какой-нибудь, рок-группы, например. Да, их я не учитывала. А так, в основном, остается больше 50%. Ну, то есть неплохо. Но твоя компания тебе предоставляет страховку, питания у вас здесь нету. Как я поняла, мы тут поговорили немножко вне кадра до счета этого. Но, тем не менее, отличный, мне кажется, остаток. Как устроен обычно твой день? Вот ты просыпаешься, когда ты идешь на работу, сколько ты времени тратишь на работу, может быть, чем ты увлекаешься? Живу я очень близко от мейн-кампуса. Это, собственно, мейн-кампус, в котором я работаю. Живу я в 15 минутах пешком. Поэтому каждое утро у меня идет... Начинается с того, что я иду пешком на работу. По пути я могу встретить каких-нибудь белочек или зайчиков. Это, естественно, поднимает настроение. Прихожу на работу, и некоторые проекты подразумевают, что утром у нас есть ежедневные скрамы. Митинги, на которых мы обсуждаем текущее состояние задач, ставим новые задачи, в общем, обсуждения. После этого уже начинается непосредственно работа над текущими задачами. Перерыв на обед и продолжение работы. В основном работаем до 5-6. Но я люблю задерживаться. Особенно, когда есть интересная задача, не хочется ее прерывать, оставлять на завтра, и хочется быстрее ее сделать. Сиэтл – город тоже. Айтихабы очень популярны. Здесь вот такие две крупные компании, как Майкрософт и Амазон находятся, еще есть другие офисы. Но есть огромный, самый большой Айтихаб – это долина. Никогда не задумывалась ли ты, чтобы переехать в долину? И вообще, как ты оценишь Сиэтл как город для жизни? Насколько он комфортный для тебя? И что тебе здесь нравится? Насчет долины – я думала об этом, потому что там тепло всегда, там очень много интересных стартапов, очень много крупных гигантов, компаний, этих компаний. Но при этом, при всем при этом, мне очень нравится жизнь в Сиэтле, мне очень нравится наш Pacific Northwest. Во-первых, потому что здесь очень много гор, а так как я люблю кататься на сноуборде, это очень большой плюс. Летом мы тут очень много хайкаем, вообще природа здесь потрясающая. По поводу, например, того, что люди говорят, что Сиэтл – это дождливый город, я бы не стала с этим соглашаться, потому что летом здесь практически нет дождей. Дожди у нас осенью, весной, зимой, опять-таки, не так много дождей. И в основном тепло. То есть это вполне комфортное погодное условие и очень комфортное условие для жизни. Развитая инфраструктура. Ну и размер города достаточно и большой, и небольшой. И городская жизнь, и в то же время. Да, мне нравится здесь, что есть у нас, например, даунтауны, если нам хочется какой-то более насыщенной жизни. И есть Redmond, вот это, например, часть города, которая тихая. Да, в основном так тихо. Расскажи о своих планах на карьеру. Вот в какой компании ты хотела бы работать? Или давай так вот поставим вопрос. Если бы сейчас по каким-то причинам, неважно по каким, ты бы меняла работу, в какие три компании ты бы отправила свое резюме? Я думаю, что это был бы Microsoft. Скорее всего, это был бы Azure или Microsoft Research. Во-вторых, это, наверное, был бы Facebook. И в-третьих, это был, наверное, какой-нибудь очень интересный стартап. То есть такие разные, да? Вообще, я не особо рассматриваю стартапы. Не знаю, почему, но если бы он был, например, совсем интересный, и вот то, что я ищу именно по стековой технологии, потому что они разрабатывают, то почему бы и нет? А что ты ищешь по технологиям вообще? Так уж получается, что 80% времени я фронтенд-разработчик, и по стыкам технологий я сейчас больше изучаю в такие библиотеки, как React.js или Vue.js, то, наверное, в этом же направлении я бы хотела развиваться, потому что React.js, например, уже занимает топ, топовое место в списке. Если бы сейчас тебя спросил твой друг или знакомый, который планирует, хочет попробовать свои силы в американской компании, что бы ты могла посоветовать этому человеку? Друг, который бы хотел переехать? Да, хотел бы переехать, хотел бы найти работу в американской компании. Да, во-первых, нужно найти спонсора, который тебе сделает визу. Это либо H1B виза, либо L1 виза. Я думаю, что в США очень много таких компаний. Они есть не только в США, на самом деле. Я знаю, что много компаний в России, в Украине, в Белоруссии, которые делают визы и привозят сюда. точно так же, как, например, Аквалон, в котором я работаю. Но, тем не менее, по-моему, еще, если я не ошибаюсь, то вот крупные компании вроде Амазона, они тоже делают процессы визы, они тоже могут, то есть, достаточно успешно пройти к ним собеседование, и я думаю, что они тоже могут сделать визу. А что нужно для того, чтобы успешно пройти собеседование? Для успешного прохождения интервью нужно знать структуры данных, нужно уметь решать задачи на алгоритмы. Иногда попадаются задачи, например, по фронт-энд-части, это написание какого-нибудь компонента, например, на реакте. Для этого не нужно сидеть и каждый день изучать реакт. Для этого нужно, если ты, например, уже работал с реакт-жес, например, на каком-нибудь из своих проектов, этого обычно достаточно для того, чтобы написать техническую задачу, решить задачу на интервью. Спасибо большое тебе за советы, за то, что ты поделила своей историей, это очень ценный опыт. И теперь мы знаем новую компанию, которая работает в Майкрософте и вообще побывали в офисе Майкрософта благодаря тебе. На этом у нас все. Не забывайте поставить лайк этому видео, не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. На этом мы прощаемся. Еще раз спасибо. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok